Вы знаете, сегодня большую часть программы мы посвятим, вы не поверите, тополям, потому что вот за время выходных абсолютное большинство сообщений к нам и видеороликов было посвящено тополям. Тополинову пуху, действительно, опять полетел, жалуются аллергики, и тополиному листопаду. Покажу только два ролика из десятков, которые к нам пришли. Не пойму, почему тополя сбрасывают листья, как будто уже глубокая осень, но они все зелёненькие, всё усыпано этими листьями, дворник сметает, и всё равно оно сыпет каждый день. Во всём Хабаровске интересное природное явление. Начало лета, а тополя везде повсеместно сбрасывают листву, как будто поздняя осень. Ну, у кого какие объяснения? Ну, я, конечно, грешил сначала на вышке 5G, но потом понял, что их не ставят в Хабаровске. Но потом надел свою шапочку и успокоился, да? Да, потом посмотрел на шапочку из фольги и понял, что ещё рано её надевать. Поэтому, ну, наверное, какие-то природные моменты. Я думаю, что это не первый случай. Я помню, по-детски такое случалось, если честно. Я, честно говоря, даже не собирался это обсуждать, но за время выходных там такие фантастические теории появились, что мы поговорим об этом с экспертом, но минут через две. Дело в том, что одновременно с этим огромное количество писем приходит желающих вырубить в городе все тополя. Вот только одно прочитаю. Тополя – это жуткий аллерген для человека. Надо истребить их в городе подчистую, чтобы не было этого мерзкого. И отвратительного пуха. Ты знаешь, в начале июня я тоже так вот, у меня руки тянутся к цитрину, но, может быть, не только из-за тополей, может быть, ещё что-то цветёт. Но, честно говоря, я как аллергик прекрасно понимаю этих людей и с ними где-то даже согласен, но на деревьях жалко. Итак, обсуждаем уже со специалистами. И тут, конечно, мы профанно между собой обменялись. Какие-то только версии. Наверное, наша гостья вот всё это слушала и приходила в ужас. У нас сегодня в гостях Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов в городе Хаварка. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте. Ну, честно говоря, когда первый раз к нам пожаловались по поводу листопада от тополей, я вспомнил, что, по-моему, так у нас было лет 10 назад, тогда было объяснение переувлажнения почвы. Вам как такое объяснение? Вполне возможно. Дело в том, что, когда это объявление началось наблюдаться, мы, естественно, не остались в стороне. И не только лишь потому, что появились сообщения, потому что наше управление всё-таки призвано контролировать состояние деревьев, принимать какие-то меры своевременные. Ну, здесь, конечно, мы консультировались со специалистами. Это институт лесного хозяйства опытный, который нам сказали о том, что такие явления наблюдались в 70-е, 80-е годы. И причиной тому была моль, то есть заселение деревьев насекомыми. Это только тополя или другие? Именно тополя. Именно тополя, да. Здесь дело в том, что, конечно, под большим сомнением вот эти все, которые мы читаем сейчас в Инстаграм, кстати, это по поводу реактивных дождей, потому что, конечно, если бы какие-то техногенные воздействия были в виде кислотных, реактивных ли дождей, загрязнения почвы, то мы бы не наблюдали такое явление, которое только у одного вида деревьев, это действительно тополя. И у всех тополей, да? И только, и только у деревьев, именно которые называются также ученые, китайские или тополь симона. И причем женские особи. Вы видите, что сейчас деревья для того, чтобы женские особи свою репродуктивную способность сохранять, усиливать. Посмотрите, как обильно в этом году они семенены вот такими этими белым пухом. То есть, естественно, для того, чтобы вот именно эту функцию прежде всего они вынуждены убирать все лишнее и направить все свои усилия вот именно на восстановление, на сохранение. У нас есть телефонный звонок. Павел у нас на связи. Павел, добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Я вот и хотел сказать вам насчет тополей. То, что вот в Хабаровске высадили. Это, по-моему, было просто, значит, мне еще... Я лесозаготовитель в третьем поколении. И так же я и деревья высадил больше, чем вырубил. Вот. А отец мне еще говорил, что это просто, нафиг, ну, засадили вот эти вот деревья, тополя. Ну, вы за то, чтобы их вырубить? Конечно, и к чертам собачьим. Мы вас поняли, Павел. Спасибо большое. Ну, кстати, эти тополя ведь появились у нас в Хабаровске не просто так. Это 60-е, 70-е годы, когда просто массовые были как раз-таки высадки этих растений. Почему выбрали именно их? Ну, действительно, мы такое подтверждение, что это были массовые высадки, получили, потому что, начиная с 2001-го, в течение 11-ти лет мы проводили инвентаризацию зеленых насаждений в городе Хабаровске. И нам наука тогда сказала, что вот как раз при бордюрной, вот эти при придорожной, скажем, зоны, две породы преобладали. Это более 43-х процентов ильмы и остальные все это соотношение тополя. Порода очень хорошо набирает массу листовую, крона большая. Она легко приживается, она неприхотливая. Это был доступный дешевый материал. И потом, давайте не забывать о том, что у нас не было такого питомника, который сейчас выращивает собственный посадочный материал, и мы этим материалом закрываем полностью потребности города. Как я понимаю, это было одновременно со строительством Хрущева. Быстро построили дома, ну, быстро, поэтому они такие получили. И быстро засадили город, ну, потому что... Ну, мы здесь можем выделить три этапа. Вот первый этап, потому что мы создавали, когда ОПТ, мы изучали историю создания скверов, каких-то парков. Вот первый период тополины приходится на период 30-е годы. Дом культуры поселка Горького, поселке там же Горьком, одноименном, высаживаясь тополя, другие какие-то дома культуры. Везде обратите внимание тополя. Следующий этап – это как раз был период 50-е, 60-е годы. Третья волна пришлось на период уже 70-е, конец 80-е годов. То есть все тополя, которые мы имеем в городе, они уже глубоко старовозрастные деревья. То есть от них надо... Ну, с другой стороны, я потом про то, что нужно от них избавляться или не нужно, но ведь, по сути, именно благодаря тополям, да, Хабарус получил звание вот такого зеленого города. Я ведь не ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, город действительно остается зеленым, даже при том, что мы постепенно проводим замещающие посадки деревьев на другие породы, поскольку такую возможность имеем. Вы знаете, я довольно давно живу в Хабаровске и могу констатировать, хотя сейчас, конечно, я сочувствую аллергикам, вот лет 20-30 назад было на порядок хуже. Сейчас вот все-таки такой картины, чтобы все было покрыто пухом, уже не увидишь. А я из детства это помню. Мы постоянно, извините, жгли этот тополиный пух. То есть его действительно тополя стала меньше. Это совершенно верно, потому что как раз вот мы только что впереди говорили про исследование, одной из необходимостей стало провести замены. Первое, дерево стало опасным в определенном возрасте. Во-вторых, не все деревья, так нелюбимые нашими горожанами, омолаживающие обрезку, старые переносят легко. Поэтому, конечно, вопрос стал на замещение. Поэтому очень огромная, скажем, такая доля массы тополей уже замещена на другие. Это и рябины, это ясень, это клен, это липа, можно перечислять. 50 видов у нас сейчас в арсенале деревьев и кустарников, которые высаживаются. Поэтому, естественно, все наблюдают, что такого явления не было. А, во-первых, не забывайте, что тополь, от него совершенно отказаться нельзя. Вы посмотрите, не все виды тополей сейчас перенесли вот эту ситуацию. Черный тополь, канадский тополь. Они не потеряли листву, они остаются красивыми, долговечными, массивные деревья, которые и в октябре продолжают нас радовать. Поэтому полностью отказываться от этой породы нельзя. Но не будем забывать о том, что каждому дереву свое предназначение, свой функционал в зависимости от той территории, которую она играет. Улицы, дворовые территории, бульвары, парки, скверы. Здесь надо именно подбором видового состава деревьев заниматься очень серьезно. Это массовая проходимость людей, наличие сетей, сооружений и так далее. Поэтому давайте говорить о том, что полностью отказываться. Нет одного дерева нельзя, если только они не опасны с точки зрения ядовитые. Ну, честно говоря, никто в уму не даст. Потому что как только люди видят, что хоть какое-то дерево срубили, тут же начинают звонить во все колоколы. Да, давайте еще один телефонный звонок примем. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, говорите. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, Владимир меня зовут. Добрый, очень приятно. Высказывайте свое мнение, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. У нас во дворе росли два тополя хороших. Мы обращались в управляющую аргументацию, чтобы они... Вопрос не по адресу. Я как-нибудь позову еще представителя города Ленстроя, поговорим о вырубке деревьев. Ну, потому что не к вам. Но все-таки, скажите свое мнение. Мое мнение, почему Ирина Геннадьевна дает разрешение необоснованно, без законных оснований на снос тополей? Спасибо. Дело в том, что Ирина Геннадьевна не дает на это разрешение. Здесь вопрос спорный, потому что любому выдаче разрешения предшествует обследование дерева раз. И уточнение причин, выяснение, по каким оно сносится. Поэтому, извините, но и даже здоровые деревья будут вынуждены подвергаться, если этого требуют условия. Но самое главное, это же город Ленстроя дает разрешение, а не уже? Нет, разрешение как раз-то даем управление по охране Кружая Среди. Тут товарищ прав о том, что мы выдаем разрешение. Прошу прощения, веру своей славы. Вопрос другой о том, что содержание есть зеленых наслаждений, и мы не устанем это повторять. Во дворах эта задача и функция, и бремя содержания жилищным кодексом лежит на жильцах, на собственниках помещений в доме. От их имени и по поручению эти функции выполняют либо управляющие компании, либо подрядные организации. Поэтому все это определено договорами. Если вы не согласны с действием всеуправляющих компаний, не принимайте такое. Но все-таки на каком основании можно снести дерево? Вот во дворе или где-то, ну ладно, расширение дороги, здесь все понятно, здесь как бы нет вопросов. Ведь тополя тоже могут выглядеть очень хорошо, у них может быть прекрасная листва, а на самом деле это деревья, которые уже достаточно старые, которые действительно подлежат. Все требования к содержанию зеленых насаждений у нас определены правилами благоустройства. Они четко определяют случаи, когда возможен снос деревьев. Первое, это снос зеленых насаждений для обеспечения условий для строительства, когда участок предоставляется в установленном законном порядке, производство каких-то земляных работ. Второй случай, это когда деревья растут с нарушением каких-либо норм. Это могут многочисленные и санитарные, и строительные, и правила дорожного движения. То есть бесконечно перечислять много, то есть это надо требования эти изучать. Третий случай, это когда состояние деревьев диктует необходимость сноса, так называемые санитарные рубки, рубки ухода. И последний случай, это реконструкция зеленых насаждений, когда мы действительно хотим сделать прекрасные уголки с другими видами, и мы убираем менее ценные, менее декоративные деревья, заменяем их на более красивые, делаем, создаем более уютные. Это реконструкция зеленых насаждений. Вы знаете, раз уж я так позорно ошибся, обещаю, на этой неделе еще обсудим конкретно деревья, вырубку, но давайте вернемся все-таки к аномальному лету. Собственно, из-за чего собрались. Действительно ли погода сумасшедшая этого года могла повлиять на листопад? Могла повлиять, потому что действительно отмечаются резкие, достаточные колебания температур, достаточно такие большие в дневное время и очень такие низкие в холодное время. И многие даже деревья не только тополя плохо перенесли. Есть и достаточники, наверное, особенно хорошо это знают, потому что и у яблонь случилось опадание листвы и плодов, которые завязались, и такие явления были. Кроме того, действительно переувлажнение почвы. Ну а последний фактор, во-первых, это определенная порода деревьев, и вот все эти погодные условия могли в том числе спровоцировать заболевание грибковое поражение. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, был отобран материал, именно опавшая листва, анализом будут заниматься исследованиями Институт, вернее, Рослисозащита филиал, у них есть собственная лаборатория, поскольку это требует определенного времени, потому что обработка препаратами в течение какого-то нескольких суток длится. И я думаю, что, может быть, к концу этой недели, ну, в крайнем случае, в начале следующего, мы получим какие-то результаты, что же полуслужило причиной. — Светлана, у нас дозвонилась, давайте еще один звонок примем. Светлана, добрый вечер, слушаем вас. — Добрый вечер. Я хочу сказать по поводу тополей. Конечно, я хочу, чтобы женские тополя, конечно, убирали, потому что это ужасная проблема. Конечно, стало меньше гораздо пуха в городе, но все равно он есть, а аллергиков очень много. Еще я хочу спросить, а почему так мало высаживается серебристых тополей? Это же такая красота. Они действительно служат украшением города. И еще один вопрос. Почему у нас так мало высаживают дубов? — Дубы и тополь серебристый. А тополь серебристый у нас здесь в питомниках выращивает или приходится завозить? — Нет, тополь серебристый выращивается в собственных питомниках. Мы видим, как, в принципе, украшена улица на участке от площади Ленина и по улице Карломаркса. Он действительно используется в озеленении. Единственное, что обратите внимание, как очень быстро он дает порослевую, вот эту спонтанную растительность, которая нарушает, и брусчатку она выходит. То есть это постоянно большие объемы работ, связанные с содержанием и уходом. Кроме того, для того, чтобы не допустить вот эту огромную массу деревьев, которые действительно потом начнут... Потому что серебристый тополин тоже плодоносит, есть и женские особи, то же самое явление. Его надо постоянно обрезать. То есть это очень быстро растущая порода деревьев, которые требуют колоссальных значительных затрат, в том числе и финансовых, по их содержанию и уходу. Поэтому лучше, когда эти деревья растут в таком более свободном состоянии, это, как правило, вот такие санитарно-защитные зоны могут быть, какие-то предприятия, это могут быть дороги магистральные, такие с интенсивным движением, когда нам действительно нужна просто защита и шумовая, и защита от выбросов транспорта. И такими действительно тополя могут быть. Но в центре города, в каких-то таких центральных, они очень достаточно тяжелы в уходе и содержании. Тополя и в центре будет меньше с каждым годом. Ну, тех, которые китайский тополь, да, который у нас пушит. Нет, китайский тополь пушит, это тополь Симона, мы говорим о серебристом, совершенно другом тополе. Давайте не забывать о том, что способность тополя мутировать. То есть он легко переходит из мужской особи в женскую. Поэтому это достаточно такое сложное. Поэтому еще раз говорю, каждому дереву свой функционал, свое предназначение. И в завершение я все-таки хотел выяснить, откуда возникли эти слухи. Причем одновременно про химическое заражение, радиоактивное заражение. Все ссылаются на взрыв в Китае. Я специально проверил. Давайте скриншоты. Посмотрим. Шесть дней назад появилось сообщение о взрыве реактора на химическом заводе в городе Шихэнзи на севере Китая. Вывод, который сделали хабаровские блогеры, что из соседнего Китая нас накрыло радиоактивное облако. Однако, читайте внимательно сообщение. Это не ядерный, а кремнеземный реактор. То есть фактически просто цех по переработке диоксида кремния. Но самое главное, что город Шихэнзи расположен в противоположной от нас части Китая в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Его называют еще Восточным Туркестаном. И он ближе к Индии, чем к нам. На карте расстояние до Хабаровска 3725 километров. И на самолете до нас лететь больше суток. То есть если бы действительно было радиоактивное какое-то заражение, уже бы вся Индия покрылась опавшими пальмами. Абсолютно. Ну да, действительно. Но в любом случае хотелось бы, чтобы человек меньше влиял на природу, и чтобы природа нас радовала. Будем верить в это. Мне добавить возможно. Давайте не будем забывать, что мы должны все-таки верить и нашим службам, которые осуществляют мониторинг. Это Дальгидромет, прежде всего, который регулярно свои сводки, в том числе и в радиоактивном фоне, делает. У нас он не превышает естественный фон. Эти сводки есть такие. У нас и субъект наш, Хабаровский край занимается тоже. Участвует в системе мониторинга. Никаких абсолютно поводов для того, чтобы какие-то превышения есть по взвешенным веществам, тем более радиоактивного фона. Их нет на сегодняшний день. Погода ужасная. Ну, погода... Мы любим другую погоду. У природы нет плохой погоды. Спасибо. На гостях была Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска.